Для новичков на фондовом рынке введут ЕГЭ. С начала месяца вступили в силу изменения в законе о рынке ценных бумаг. Теперь Банк России существенно ограничил возможности неподготовленных инвесторов на бирже. Им доступны только наименее рисковые активы, такие как акции российских компаний с первых двух котировальных списков, облигации федерального займа, а также пои биржевых открытых и интервальных инвестиционных фондов и некоторые иностранные ценные бумаги. Для того, чтобы получить доступ к более рисковым финансовым инструментам, нужно пройти тестирование. Методику разработал Центробанк, а проводить его будут сами брокеры. С 1 октября у нас все клиенты делятся условно на три категории, раньше было две. Раньше были квалифицированные инвесторы и неквалифицированные инвесторы. То теперь добавляется промежуточный этап, неквалифицированные инвесторы, которые имеют возможность совершать сделки с определенным набором инструментов. Сдавать экзамен не придется тем, кто до 1 октября уже совершал сделки с конкретными финансовыми инструментами. Однако таким инвесторам все же необходимо проходить аттестацию для доступа к тем активам, с которыми ранее не имели дела. Тестирование проходит онлайн и разделено на два блока. Ответы в первой части не влияют на результаты. Здесь всего три вопроса, которые направлены на определение опыта и источника знаний инвестора. Второй блок проверяет знания об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из 11 групп, для которых предусмотрено тестирование. У меня много сейчас друзей из этой сферы, кто интересуется. Я думаю, что изначально оградить их от некоторых инструментов имеет смысл. Но оградить это достаточно условно, то есть там несложный тест, буквально четыре вопроса на каждый вид инструментов. То есть человеку, по крайней мере, сначала нужно изучить, что такое там срочный контракт. И дальше уже с этим его осознанием, подтвердив свои знания за счет теста, он, я думаю, сможет уже приступить вполне легально, законно, без каких-либо проблем. Если инвестор обслуживается у нескольких брокеров, то проходить тест нужно будет у каждого. Единой базы пока нет. Количество попыток в случае провала не ограничено. Как заявляет в Центробанке, неудача – это повод задуматься, стоит ли использовать финансовый инструмент, риски которого для инвестора все еще непонятны. При этом, даже в случае отрицательного результата тестирования у клиента, брокер имеет возможность провести сделку, но с уведомлением о принятии инвесторам всех рисков. Максимальная сумма такой операции не может превышать 100 тысяч рублей или должна быть не более одного лота, если его цена выше этого значения. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События.